Снова с вами программа Живое Слово, и мы продолжаем говорить из 10-го псалма. На Господа уповаю, как же вы говорите, душе моей улетай на гору вашу, как птица. Вы знаете, это были очень трагичные моменты жизни, или трагичный момент, период жизни царя Давида, потому что он испытывал самые большие гонения. И вот когда у него, по идее, должна была быть вся полнота государственной власти, когда у него должна была быть вся полнота уверенности, надежности, будущности, как царя, в этот момент лучший совет, который давали ему самые близкие советники, или, как им казалось, самый лучший совет, они говорили, тебе нужно убежать в горы. То есть это не буквально, он говорит, улетай на гору вашу, как птица. Они действительно давали ему совет, и мы знаем, что он воспользовался этим советом. Но вот когда они ему сказали, улетай на гору вашу, как птица, я думаю, это был кризисный момент. Это был вот тот момент, кризисный, переломный момент жизни царя Давида. Когда он пришел к пониманию, кризис веры, когда он пришел к пониманию о том, что упование и хорошее или правильное, приятное, классное обстоятельство в жизни, это не всегда, они не всегда идут рука об руку. Иногда наше упование, друзья, оно будет связано, или проходить путями долины смертной тени. Иногда упование на Бога, оно будет связано тем, что мать, которая похоронила своего сына, но она продолжала на что-то надеяться, и Иисус его воскресил. Иногда упование будет связано с историей Марии Магдалины, которую получили Лазаря своего воскресшим. Я вам хочу сказать, никогда не прекращайте уповать на Бога. Никогда не прекращайте уповать на Его Слово. Буквально, пускай это произойдет так. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, открывайте Библию и читайте. Читайте те псалмы, читайте притчи, читайте историю Христа, читайте историю Его, может быть, крестных мук и о воскресении. Читайте книгу Откровения о том, какое Бог чудо приготовил в вашей жизни. Читайте, закрывайте и провозглашайте. Пускай это упование станет вашей реальностью. Потому что я вам хочу сказать, царь Давид, находясь в горах, улетев туда, как птица, он вернулся оттуда обновленный. Обновленный, наполненный силой. И будучи наполненным силой, мы знаем, что Господь через него совершил огромные великие дела. И, наверное, именно поэтому Бог называл Давида человеком по сердцу своему. Я хочу вам сказать, что в вашей жизни Бог точно так же, Он смотрит, ищет это упование, доверие Ему, потому что вы тоже человек по сердцу Бога. Точно так же, как могу быть им я, может быть им каждый из нас. Давайте будем уповать на Бога, давайте не будем оставлять нашего упования. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.